Сегодня открыла свои двери для окружных журналистов и членов комиссии по проверке отбывания наказания осужденных самое закрытое на Эмале режимное учреждение, 18-я исправительная колония. Поводом для визита послужила обнародованная в социальных сетях листовка с многочисленными жалобами, заключенных на нечеловеческие условия содержания. Светлана Кель попыталась выяснить, насколько ли ужасна тюремная действительность, как пишут о ней ЗК в своем послании к общественности. Из интернета информационная атака вышла на улицы города. Возле магазина «Спектр» неизвестные раздавали прохожим листовки с жалобами арестантов. Спасибо. Когда приезжают родственники на свиданку, перед тем, как запустить, их производят досмотр каждого. Обыск продуктов питания ломает все, что ломается. Табачные изделия могут перемешать с продуктами питания. Для администрации колонии мы не люди. Серьезное обвинение в адрес сотрудников полярной совы. Ямальский правозащитник Анатолий Сак решил лично проверить обоснованность жалоб от заключенных 18-й колонии. В составе общественно-наблюдательной комиссии омбудсмен решил начать проверку с тюремной столовой. Гостей встречали с хлебом и солью. Что у нас сегодня? Котлета с кашей, кисель, суп рыбный, гуляш. Поэтому все можно подойти и попробовать. Мне нравится у них хлеб. Продавали бы у нас в Алихарде, был бы востребован, честно говоря, что очень хороший. Меню для арестантов обновляется раз в неделю. В рацион обязательно входят овощи, мясо, рыба, масло, крупы, макароны, сахар и молоко. Рассказывает старший по кухне Владимир Каменский. Кстати, в прошлом осужденный работал шеф-поваром в одном из подмосковных ресторанов. Приобретенный на свободе обод пригодился в неволе. Здесь точно так же, когда вкусные подходят, говорят спасибо. Все точно так же. Тоже готовишь с душой, стараешься вложить душу. Кормят столовые действительно хорошо. Об этом общественным контролерам рассказали уже сами осужденные. С ними Анатолий Сак познакомился в расположении восьмого отряда. Валерий Дмитриенко признался, исправительная колония не профилактует. Тем не менее, здесь созданы все условия для учебы, работы и досуга. В принципе, доступно все. Как бы и есть просмотр телепередач. Так же со спортом администрация дает возможность заниматься. Читаем книги, играем в шахматы. У меня знаете, какой к вам вопрос? Сколько длительное время вы максимально находитесь на прогулке на улице? Меня интересуют ботинки, которые вам выдали. Выдают вместо валенок, они теплые? Типа нормально, удобно в них ходить? Удобно арестантам не только в новой обуви, но и в спецобмундировании. С 2014 года в исправительной колонии осужденных обеспечивают, конечно, не дизайнерскими вещами, зато теплой, практичной, форменной одеждой. Куртка утепленная. Она была раньше из ХБ, покрыта тканью ХБ. Сейчас вот оно все в таком водонепроницаемом ткани такой. Значит, брюки утепленные тоже раньше были гладкие, сейчас они на синтепоне. Плюс к этому в обновленном гардеробе осужденных появились нательное белье, льняная сорочка, костюм ХБ и теплый свитер. В Полярный Совет заботятся не только о том, чтобы сидельцы не мерзли зимой, но еще чтобы не болели. Кстати, в период эпидемии свиного гриппа в исправительной колонии эпид-обстановка более чем благоприятная. Ни одного заболевшего. Хотя, несмотря на вакцинацию, иммунизацию, простудная инфекция добралась и до сюда. У меня головные мочи, головные боли, кашля. А медицинскую помощь, скажите, как вам здесь оказывается? Нормально, чуть-чуть жалоб нет. Еще свое время, да? Все, что нужно, вы получаете? Да. На территории колонии действует профессиональное училище. Сегодня в стенах тюремного ПУ осваивают рабочие профессии полсотни осужденных. Полученные навыки они с успехом применяют в производственных мастерских. Кстати, заработанные деньги арестанты могут потратить в магазине. На полках и витринах несколько десятков наименований, продуктов и товаров первой необходимости. В месяц можно отовариться не более чем на 9 тысяч рублей. В обязательном перечне 22 продуктов, 14 хостоваров. Это в обязательном перечне. Кроме этого, к этим 22 подсоединяется чай, предположим, предусмотрено 3 наименования. У меня их 11. Кофе предусмотрено 2 наименования. За сроками смотрите? Обязательно. Все в тех же целях безопасности сотрудники колонии проверяют продуктовые передачи посылки бандероли, которые осужденно присылают их родственники. Администрация полярной совы показала общественникам, как проверяют гостинцы с воли. Содержимое каждого пакета прощупывается. Колбасу разрезают на несколько частей. Конфеты и чай распаковываются выборочно. Все это делается в стерильных перчатках. Выборочно также сигареты просматриваются, прощупываются. Если какие-то уплотнения, подозрения, то только в этом случае не могут ломаться. Допустим, и проверяться на нахождение запрещенных веществ. Из нас не будут вставать просто. Вызывают. Все так же происходит. Точно так же. За проверкой бандероли внимательно наблюдал уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак. Избежать этой процедуры в тюрьме просто невозможно, говорит омбудсмен. Нередкость, когда заботливые родственники в продуктах и сигаретах пытаются переправить на зону деньги, наркотики, телефоны и сим-карты. В январе этого года в Лабытнанской «Восьмерке» при досмотре посылки инспекторы нашли мобильное устройство. Его пытались спрятать в закатной банке тушенки. Мы сегодня увидели, как вообще посылки смотрят и что проверять. Меня интересовали сигареты. Говорят, ломают. Мешают с продуктами питания. Но нет такого. Позиция ямальского правозащитника однозначно. Жалоба арестантов на плохую жизнь и нечеловеческое содержание в исправительной колонии – чистой воды провокация. В ходе проверки это подтвердили и сами отбывающие там наказание.